Привет, с вами Вилсуком, мужчины! Ситуация тяжелейшая, совсем скоро 8 марта и нужно будет зеркально ответить на подарки, которые нам наши любимые девушки дарили на 23 февраля. Если это там носки какие-нибудь или дезодоранты, то ситуация не очень тяжелая и можно как-то выкрутиться. Ну а если они посмотрели мою подборку на 23 февраля, они скорее всего сделали вам годный подарок и нужно действительно найти что-то не менее классное. Но, значит, рассказываю вам, как общаться с девушкой. Вы спрашиваете, например, Наташ, что тебе подарить на 8 марта? Давай плойку. О, и вы такие, плойку, не вопрос, ну-ка зашли ко мне. Вот, как-то не эту. Это единственная плойка, которая существует в мире. Бывает еще, люди неразумные покупают слим-версию, но таких надо прямо сразу бить в таблет. В этой подборке я расскажу вам о гаджетах, которые вы дарите своей девушке, и она говорит вам спасибо. Очень простая механика. Но, знаете, я подумал, мы эту подборку в том числе протестируем на настоящей девушке. Соответственно, Наташа расскажет свое мнение, как она вообще относится к тем подаркам, которые выбрал я. Вот такая вот история. Будет интересно. Поехали. Собственно, ребята из Disgusting Man сделали свою версию PS4 Pro. Можете своей девушке на 8 марта подарить. Ой, какая нарядная, а! Да я вообще свинч хотела. Как обычно, я действовал максимально правильным образом. Я обратился к ребятам из Ситилин, говорю, вы нам, значит, все подарочки красиво запаковываете, они ко мне прилетают и делаете какие-нибудь специальные условия. Так что чекайте по ссылкам в описании на многие подарки, которые я здесь сегодня показываю. У них есть специальные условия, цены, скидки и так далее. И это хорошо. Давайте начнем с чего-нибудь бодрого. И к нам в первую очередь прилетает коробка. И я думаю, человеки прошаренные понимают, что это такое, а? Ну-ка, напишите мне в комментариях, что это такое. Проверим, насколько вы интересуетесь гаджетами. В очередной раз, открывая эту замечательную упаковку, я хочу вам сказать, что 8 марта это не повод дарить своей девушке, женщине, маме, вообще каким-то прекрасным половинам, которые находятся вокруг вас, цветы или просто номинальные подарки. Мне как раз 8 марта именно этим очень не нравится, потому что все к нему подходят максимально, знаете, так чисто, ну, отбыть номер. Типа, сходил с утра, купил букетик, а лучше вообще цветочек, чтобы сильно не тратиться. Ну и типа, вроде функция выполнена. Нет. Я считаю, что нужно либо как-то, ну, с душой к этому подходить, либо не заниматься вообще. Потому что вот нет ничего хуже, чем дежурная коробка конфет. Ну, серьезно. Включите фантазию. На самом деле, вопрос же не цены, потому что многое из того, что здесь я вам сегодня покажу, стоит достаточно дорого. И многие справедливо скажут, ну, типа, ты что-то загнался. Все-таки 8 марта не того уровень праздник, чтобы дарить какие-то прям, ну, очень дорогие штуки. Это согласие. Здесь каждый для себя решит сам, тем не менее. Чем не повод 8 марта порадовать свою девушку Apple Watch? Благо, Series 4 сейчас стоит адекватных денег, а Series 3 можно найти вообще просто муа. В нашем случае это у нас Apple Watch, конечно же, 40 миллиметров. Золотисто-розовые, как положено. Ох, красивые. Ну-ка, давайте-ка затестируем коробочку. Посмотрим, что внутри. На самом деле, действительно, козырно она открывается. Теперь так раз, вот так два. Чунь-чунь-чунь, как супер обложка, знаете, у книжек. А где ремешок? Неловко вышло. Забыл, что ремешок-то теперь идет отдельно в коробочке. Собственно, у нас вот такой вот розовый. Часики тоже розово-золотые. Слушайте, мне кажется, отличный подарок своей девушке. И теперь, когда вы ей звоните вечером, а она не берет трубку, потому что телефон у нее лежит в сумочке, она не сможет отмазаться, типа, ой, я не слышала. Ты скажешь, я тебе часы подарил, теперь чтоб слышала. Если вы ревнуете дико, то это нездоровое отношение. Мне вообще кажется, ревность это деструктивное чувство. Так что дарите своей девушке часы. К восьмому марту или нет, тут уж решите сами. В любом случае, часы это классный подарок. Я своей жене, кстати, не дарил часы именно из этих соображений. Подарю к восьмому марта, а? Красота. Прежде чем я выскажу свое мнение о всех этих подарках, небольшой дисклеймер. Я немного отличаюсь от большинства женщин, наверное, в том плане, что я не очень избалована подарками. Я покупаю себе большинство сама и отношусь ко всему этому более с практичной точки зрения. Так что мое мнение не истинно в последней инстанции ни в коем случае. Вам, мужчинам, виднее. Однако я считаю, что Apple Watch очень удачный подарок. Только я надеюсь, что перед этим вы как-то снабдили свою женщину айфоном, либо у нее уже есть айфон. У меня потому что Samsung, например, если бы мне подарили Apple Watch, я бы не совсем поняла, к чему они. Так что в этом моменте будьте внимательны. А так подарок очень приятный, хороший, как раз на 40 миллиметров, на маленькую женскую ручку. Ну-ка, следующую радость нам зашлите. И здесь какая-то коробочка неочевидная. Очень похожа, кстати, на Apple TV. Я прям не удивлюсь, если это Apple TV, потому что ребята меня любят троллить. И все время заказывают примерно в одном ключе какие-то. Не, я, конечно, понимаю, что они любят меня троллить, но я вот здесь открыл и вижу Microsoft Arc Touch Mouse. Мышка. Просто скажите мне, в какой вселенной девушке будет интересно получить в подарок мышку? Зачем? Серьезно? Да. 33 года живу на этом свете, видимо, что-то не понимаю. Я так вам скажу. На самом деле с этими мышками я знаком, и это действительно крутой продукт, просто потому что смотрите, как она выглядит. Вы такие, ну, нифига себе, какая она прикольная, классная. Ты ее берешь, так пользуешься. А еще, кроме всего прочего, она вот так вот складывается. И если у тебя компьютер на винде, то обязательно нужно иметь мышку. И в этом плане Microsoft красавцы. Они вообще делают очень крутую периферию. Вот именно мышки, клавиатуры, всякие другие вещи. И вы знаете, эта штука проработает очень долго. Ну и мне кажется, окей, да. Окей, потому что, ну, не все вокруг красоты, не все вокруг каких-нибудь сладостей и букетов. Это классный функциональный подарок своей девушке или, там, любимой женщине подарить такую мышку, чтобы она комфортно пользовалась компьютером. Я понял, в чем прикол. Окей, ладно. Я с мужчинами не участвовала в обсуждениях, но у меня абсолютно такая же мышь. Я купила ее себе год назад для того, чтобы пользоваться ноутбуком. Ну, в поездках, например, монтировать или сидеть в фотошопе очень удобно. И действительно не занимает много места при транспортировке. Так что, в связи с тем, что такую мышку я купила себе сама, думаю, подарку я точно бы обрадовалась. Она, кстати, мне кажется, подойдет идеально под женскую руку. Опять же, небольшую. Мужчине, мне кажется, она будет маловато. 8 марта самое оно. Давай! Меня уже теперь, походу, ничем не удивишь, если у нас мышки идут на 8 марта. То... Но это... Это необычно хорошо. Это необычно. Даже я не ожидал этого увидеть, потому что, как я и сказал, мы тут коллегиально подошли к этому вопросу. Какие-то подарки язвы, что какие-то ребята выбрали. И здесь у нас... Так. Здесь наш постоянный гость. И это... 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 Это плойка. Настоящая. Раньше, когда я использовал обычную плойку, я часто обжигал уши, было не очень комфортно. Здесь форма специфическая, но она, видимо, специально так сделана, чтобы было просто. Несмотря на режимы и 27 вариантов, и кучу всяких возможностей, по факту, я так понимаю, работает по принципу. Наматал локон. Вух! И все хорошо. Это не плойка, как могло показаться многим. Это больше щипцы, потому что они, собственно, создают заветвление волос. Господи. Наверное, неправильно говорю. Сейчас весь свой женский авторитет растеряю. В общем, она волосы не выпрямляет, а создает кудри. Когда у меня были волосы длинные, я смотрела видео на ютубе и искала нечто похожее. У них, по-моему, даже какая-то предыдущая была модель менее усовершенствованная. В общем, для девушек, которые следят за своей внешностью и любят создавать какие-то красивые прически, это будет идеальный подарок. Действительно, если у них еще такой нет, почему не подарить? После мышки и стайлера мне уже точно ничего не страшно. Ну-ка, что это такое? Коробочка похожа, кстати, на AirPods. Ну, так по ощущениям. Ну, так чуть-чуть побольше. Слушай, что это такое? А, это не AirPods. Слушай, вы меня удивили. Наконец-то что-то... Это AirPods. Плюс еще чехольчик, карабин. Окей. Ну, я понимаю логику на самом деле, потому что, опять же, женщины странные существа, которые постоянно теряют AirPods, ну, по крайней мере, жена у меня ровно из таких. Я ей подарил и говорю, а что ты не пользуешься, как это я не знаю, где они лежат. Соответственно, вы просто пристегиваете чехол непосредственно куда-нибудь к сумке, чтобы она ориентировалась и понимала, где его находить. Вы знаете, я подумал, что мы с вами любим всякие розыгрыши, конкурсы и так далее, и 8 марта хороший повод порадовать и вас, и ваших женщин и так далее. Поэтому, давайте так, мы разыграем 3 приза, 3, которые наши победители выберут сами. Все, что вы здесь увидите, это наш набор призов, и из них можно выбрать 3 любых. Соответственно, каждому по призу, каждый сам решит, что выбрать. Правила, как всегда, максимально простые. Нужно подписаться или быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и оставить один любой комментарий. Итоги подводим через неделю на канале Вилса Стрим, все как вы любите. Ну и да, да, мы здесь внутри спорили. Сколько можно советовать AirPods во всевозможных подборках подарков? Ну это же типа, ну уже банально, Валя, придумай что-нибудь другое. Но мы же ориентируемся все-таки не на мои желания. Я бы что-нибудь выбрал, конечно. Но хочется посоветовать то, что действительно понравится. AirPods это ровно тот самый гаджет, который даришь и просто в десяточку. Ну, как обычно. Что касается AirPods, то я не знаю, какие девушки их теряют. Лично у меня они год и никуда не делись. Правда, один раз я положила их на стол и мимо проходящий гость хотел их стащить, приняв за свои. Но я вовремя его остановила и все-таки они остались при мне. Так что насчет чехла, ну, наверное, как дополнительный аксессуар, неплохо будет. Сами же наушники, как предсказуемо это не было бы. Мне кажется, все-таки реально очень крутой подарок. И в отличие, кстати, от Apple Watch, они подойдут для пользовательниц любого смартфона. Потому что я пользуюсь ими с Самсунгом. Ну, вот так. Что там еще есть? Ну-ка. Ой, чуть тяжелое. Так, что это может быть такое? Давайте подумаем с вами вместе. Коробочка большая. Что-то у меня ножичек уже затупился от количества подарков. Сегодня какой-то выпуск троллинга, братцы мои, потому что здесь у нас... А, нет, все. Короче, я сначала открыл такой, вижу, нифига себе свич думаю. Ну, камон, вы прикалываете? А потом увидел Just Dance 2019. И вы знаете, подарить свич с Just Dance, именно бандлом, звучит как вполне себе вариант. Потому что вы таким образом убиваете всех зайцев. Вообще, сразу в квартире, какие есть, всех просто на вынос. Потому что это консоль, которую вы можете сами использовать. Вообще, мужчины, давайте сразу определимся. Подарок для женщины должен быть многофункционален. Вот дарите вы ей, например, кастрюлю. И что с ней делать? Не надо дарить кастрюлю. Женщина хозяйственная сама себе купит кастрюлю, правильно? А вот ты подарил ей свич, она скажет, что это за хрень? И что ты сделаешь? Скажет, ну ладно. Вот тебе кастрюля. Короче, нужно дарить подарки такие, которые тебе тоже самому понравятся. Я так считаю. Я всегда так делал, пока срабатывало. Я даже ее открывать не буду, потому что мы ее тоже разыграем. Нравится. Ну, собственно, свич хорошая консоль. Она, конечно, действительно подходит для девушек в том числе. Потому что там милые, приятные игры всякие. Марио Одисси. Зельда, наверное, даже слишком сложно. Может быть, что-то попроще, типа карты, прочее, прочее. Вот это наш уровень. Поэтому это хороший подарок. Хотя это дорого. Я уверен, что многие из вас сейчас бомбят уже в комментариях, типа, валят, что с ума сошел. Какой свит, что ты несешь? У меня была Sega, когда я была маленькая. Я играла на Dendy и на PSP. И, наверное, я бы все-таки обрадовалась такому подарку. Просто потому что я не считаю, что игры не созданы для девушек. Но, опять же, тут вы должны понимать, кому вы дарите такие подарки. Если вы, например, собираетесь подарить это маме и ожидаете, чтобы она была в восторге. Но если ваша мама не задрот, то, я думаю, что не зайдет. Если же вы понимаете, что ваша девушка любит играть, а я думаю, таких немало, то, определенно, это очень крутой подарок. Давай, ну-ка! Опа! О, кстати, не тяжелая. Коробка огромная, а внутри что-то не очень тяжелое. Сразу открываем, смотрим. Я хочу, знаете, как детектив Пикачу, короче. Так, аккуратно открывать. Ну, давайте будем откровенны. Вот именно такие подарки, я уверен, многие из вас ожидали увидеть в этой подборке. И что это такое? Умное зеркало! Ну, как умное? Просто с фонариком. Просто с подсветкой, которая нормальная, светит красиво. Ну, давайте посмотрим на себя в зеркало, что бы нет. Само оно выглядит максимально аутентично. Собственно, ровно так оно и должно выглядеть. Тут у нас есть увеличение. Ёшкин! Какой ты страшный! Я, короче, посмотрел на себя вблизи и расстроился. Блин, слушайте, ну вот так вот в студии подсветка выглядит довольно слабо. Но зеркало... Нет, слабое-слабое. Само по себе зеркало будет полезно, мне кажется, как для девушек, так, кстати, и для мужчин. И, во-первых, в одно вы смотритесь, оно нормального размера. Можно краситься и делать какие-то дополнительные процедуры. А вот здесь есть еще увеличительное стекло. Можно совершать процедуры по выдавливанию, извините меня, пожалуйста, акне и прочих неприятных вещей. Ну, слушайте, довольно-таки прикольная штука. Если бы, опять же, я получила это в подарок, то я бы не обломалась. Мне бы было все равно приятно. Надо поднять себе чем-то настроение, ну-ка. Ну, ты аккуратно чуть не разбил, а. Так, что это такое? На самом деле, я когда смотрел на подборку вот именно запакованную красивую, я уже понял, где что может лежать. И здесь, если я правильно понимаю, а я думаю, что я правильно понимаю, но все равно нужно ножичку подключить, потому что нихрена там не лезет. То это... Ай-пэд. Я так понимаю, 2018 это самый последний из доступных. Золотой, конечно же, потому что девушки любят золотой. Этого не отнять. И это, на самом деле, очень рационально. Вот я хочу вам сказать из всего того, что я здесь вам сегодня показал. Ай-пэд, наверное, это самая рациональная штука, потому что она действительно, ну, кайфовая. Ее недорого себе будет позволить. Адекватных денег стоит. Один из самых вообще адекватных по цене гаджетов Apple. Это новый продукт, который, соответственно, был презентован в прошлом году и недавно поступил в продажу. Он свежий. И это хороший гаджет именно для девушек. Я не знаю почему, но они просто обожают ай-пэды. У меня все знакомы. У меня даже бабушка пользуется ай-пэдом. Представляете? Мама, ну, конечно, жена и так далее. Единственный, кто у меня не пользуется ай-пэдом, это дочка. Но потому что у нее большой... Потому что у нее большой ай-фон. И, видимо, ей не очень заходит. Но это Wi-Fi-версия на 32 гигабайта. Самая простая. Но я хочу вам сказать, что это прямо вот вин-вин. Мне кажется, вот просто даришь такой, дорогая. С 8 марта. И можешь прямо снимать трусы. Насчет ай-пэда спорно. По поводу трусов уж точно. Честно говоря, я ай-пэдом не пользуюсь. Спокойно без него живу. И вообще к подаркам от Apple отношусь вполне себе спокойно. Подарили бы мне. Я, конечно, рожу корчить не стала. Но с восторгом бы к каким-то бешеным тоже не отнеслась. Так что, если вы понимаете, что ваша девушка будет этому подарку рада. И она пользуется продукцией Apple. И пользуется с удовольствием. И все, на чем есть логотип яблочка, вызывает в ней буря эмоций. Тогда да, определенно. И до трусов дело дойдет. Но, по крайней мере, меня особо это яблочко не будоражит. Ну-ка. Так. Несмотря на то, что в прошлой коробочке я был уверен. С этой что-то у меня как-то непонятно. Что это может быть. Все что угодно. Потому что вот это, кстати, стандартная, как мне кажется, упаковка любого среднего гаджета. Вот именно вот так это и должно выглядеть. То есть, не очень большая, не очень тяжелая, приличного такого размера. И что же ждет нас здесь внутри? Давайте вместе посмотрим. А это у нас... А это у нас... А это у нас щеточка. Это даже, скорее, не просто щетка. Это, друзья мои, штука называется Diamond Clean. Вы, наверное, думаете, ну, какой-то странный подарок. На самом деле, щетка, пусть и хорошая, умная, красивая, фиалкового цвета. Обратите внимание, что это прямо очень такой женственный аппарат. Здесь и кейс соответствующий. У нас с вами на 23 февраля была мужская версия. А здесь, посмотри, какого вообще она оттенка-то кайфового. Как она здесь оказалась? Может быть, это все-таки не совсем подходит? А мы же, на самом деле, у CityLink в том числе спросили. Говорим, ребята, а что вообще у вас дарят вот в эти праздники? Вот что у вас пользуется спросом? Они говорят, как раз вот такие штуки очень хорошо залетают. Потому что, ну, это действительно классный подарок. Более того, он в долгую. Потому что эта штука не на один раз. Ты ее можешь использовать и как travel case, и как устройство, которое ты заряжаешь дома. Здесь есть специальный стакан. Ты это ставишь на индукционную зарядочку. Все это вот так вот заряжается. Я вам об этом уже рассказывал. И я так понимаю, что вы оценили. Потому что мне прям писали люди, которые подарили на 23 февраля, что им зашло. Теперь можно сделать симметричную ответку на 8 марта. Вот такую штуку подарить. Есть несколько режимов. Они переключаются одной кнопкой. Достаточно просто, понятно. Здесь есть и полировка, и отбеливание, и просто очищение. И даже очень бережный режим на всякий случай. Ну, и вы знаете, это действительно классный гаджет. Опять же, опять же, опять же. Не очевидный. И мне кажется, именно в этом ценность данной подборки. Неочевидные гаджеты, про которые вы не подумаете, мы здесь рекомендуем для того, чтобы вы не только порадовали своих близких, любимых и так далее, но еще и позаботились о здоровье. Это важно. Я не знаю насчет подарка, как бы я восприняла, если бы мне ее подарили. Но, честно, вот так, когда я сидела со стороны смотрела, мне она понравилась. Тем более, вы мне там пишите злые комментарии по поводу того, что у меня зубы желтые, еще что-то типа того. Вот, как раз буду их чистить. Для моих клыков подойдет отлично. И напоследок нам нужен специальный гаджет или какая-то штука, куда мы сможем все это сложить. Ну-ка, зашлите. Вот такая огромная коробка, а там нас ждет что? Там нас ждет ровно то, что вы ожидаете, опять же, увидеть. Просто потому, что я подумал, женщины это специфические существа, которые любят всякие сумочки. Ну, просто сумочки они, наверное, сами себе купят, правильно? А вы можете порадовать ее чем? Xiaomi. Xiaomi на 8 марта обязательно. Ну и, конечно, вы должны понимать, что в этой подборке могли бы быть и наушники какие-нибудь тоже, а Xiaomi вообще какие-нибудь очевидные гаджеты. Но я подумал, что очевидные гаджеты, это неинтересно. Мы здесь. Про всякое не очень очевидное. И это чемодан от Xiaomi. Ну-ка, заценим-ка его. Как он вообще там себе выглядит. Я думаю, что годный должен быть. Мне почему-то верится, что это тоже хороший продукт, потому что эти ребята, если и подводят меня, то крайне редко. В основном все-таки радуют какими-то интересными штуками. Как минимум, это должно быть хорошо сделано. Так-то выглядит, как обычный пластиковый чемодан. Здесь у нас с вами есть еще замочек. Этого тоже, в общем-то, не отнять у любого чемодана и этим удивить сложно. Но давайте-ка заглянем внутрь. Что у нас здесь? А здесь у нас, ну, тоже все стандартные. Где инновации-то китайские? Где? Где? Закладку еще как-то. Это просто чемодан. В чем прикол? Давайте будем объективными. Сюда реально влезет все, что я вам сегодня показал. Вот так аккуратно его закрываете. И уезжаете в закат. Может быть, я что-то не понимаю, но на мой вкус вот это самое неоченье. Кстати, он, наверное, вандалостойкий в плане того, что его ножичком не проткнешь. Тем не менее, это какой-то самый неочевидный в плане 8 марта из нашей сегодняшней подборки подарок. Вы, конечно, можете подарить, сказать, я купил себе змею или черепаху, вот это все. А ты можешь, значит, к маме отправиться. Но, но это хороший гаджет в любом случае просто потому, что, ну, он технологичный. Он легкий, он прочный и, в общем, все. Но как подарок вот именно это мне что-то, кажется, не подходит. Я даже больше в свитч поверю, чем в чемодан. Моя мама учила меня, что все, что белое, очень быстро превращается в серое. Я не понимаю, зачем. Не то, что чемодан сам по себе, что это, мол, не технологичный гаджет и все такое. Или женщина может это воспринять, как будто ей не понравилось зеркало, и вы решили ее выселить. Мне не очень понятно, почему он белый. Чем руководствовались китайцы? Понятно, что можно и чехол, и обмотать пленкой, и очень аккуратно брать его в ручную кладь. Но, по-моему, все это буллшит. По-моему, белый чемодан это охренеть какая непрактичная вещь. Так что, если вы собираетесь выселять свою женщину действительно, то лучше подарить ей нормального цвета чемодан, чтобы она могла им еще пользоваться. А так, ну, чемодан как чемодан. Хотите, дарите. Хотите, нет. В целом, все подарки сегодня были достаточно прикольными и интересными. Если у вас есть на них средства, то why not? И если ваша девушка, кстати, адекватна, и не будет ждать от вас айфон, то я думаю, что тоже будет очень круто. А вообще, я считаю, что все подарки, которые мы рассмотрели сегодня, они достаточно дорогие для, допустим, подростков, юных, которые только начинают ухаживать за своими девушками. Так что и цветов будет вполне достаточно, если вы действительно хотите проявить внимание к своей любимой. Сейчас на ютубе очень модно в пост-иронию. И мне кажется, вы поняли рофл этого ролика, который заключается в следующем. Не важно, что дарить своей любимой женщине. Чемодан, щетку или свитч. Главное, чтобы вы сделали это, а, без трусов. Шутка, повторенная второй раз, это тоже пост-ирония. Видите, какой я ироничный? Ну, а если серьезно, подарок это всегда очень индивидуально. Выбирайте то, что понравится вашей женщине, девушке, маме. Папе хотел сказать, это не в этом случае. Вот какая мысль. Подарок это всегда лучше, чем, ну, например, там, просто деньги какие-нибудь, да? Потому что, ну, это внимание. Вопрос же не в подарке в чистом виде. Вопрос во внимании, вопрос в подходе, отношении. Все вроде бы просто, банально, но об этом сейчас в мире, где все куда-то бежит, все куда-то опаздывают, об этом забывают. Поэтому помните, что многим вашим близким людям важно ваше внимание. А я с вами не прощаюсь. Здесь скоро появятся всякие ролики красивые, которые вы сможете посмотреть. И совсем скоро увидимся.